Попали на изумительный колокольный звон. Вот так выглядела и выглядит старая Голландия. В Роттердаме сегодня такого не найти, потому что он был полностью снесен и сравнен с землей. Схидам у нас, соответственно, был заложен в 1250 году и получил возможность или статус города уже в XIII веке. Прогуливаясь по улочкам, старым улочкам Схидама, можно наблюдать такие старинные домики, которые остались еще целыми со времен Второй мировой. Номер дома 66 и проход запрещен. Да, Схидам славится мельница. А это мельница, как я сказал, верблюд. В 2011 году отреставрирована и внутри открыт ресторан. Но, честно говоря, я не видел ни разу, чтобы там кто-то сидел и вывез их каких-то, указывающих на то, что это ресторан. До сих пор радует глаз туристов и проживающих на каналах голландцев. Ну и вот так вот вдруг внезапно выросла передо мной непонятная конфессия церковь. Ну, достаточно такая, вероятно, протестантской направленности и достаточно угрюмая и суровая, на первый взгляд. Напоминает готическую архитектуру. Лето, приходи, вирус, уходи. Продолжая обзор пригорода Роттердама. Старинный город, город или городишко с хидом. Идем вот вдоль каналов, любуемся, красотища. Ну, как обычно, нету набережных. В плане, набережные есть, а ограждений нет. Речка Схи называется. От названия этой речки и произошло название Схида. Может быть, наоборот. И вот здесь такой уютный, приятный тупичок канала, который заканчивается таким прекрасным солнечным кафе. Набережная Схи. Вот там даже такая памятная доска есть, где написано, что 27 августа 1778 года был заложен первый камень этой набережной. Вот. Такие он мощные деревянные шлюзовые ворота. которые, видимо, преграждают путь в воде. И посмотрите, какой замечательный разводной мост. Скульптура имеется непонятного мужика, который, видимо, стоит с книгами. Здесь рядом за углом, за моей спиной, расположилось старинное здание красивой библиотеки. Видимо, этот мужичок как-то приписан к ней, но никакой таблички не обозначает, что и как только стоит банка Coca-Cola пустой. Из-под Coca-Cola вот такое сочетание интеллектуальности с капиталистической действительностью. Ну и рядышком вот такой прекрасный деревянный разводной мостик. Кстати, вот здесь, заметьте, да, у моста есть перила, на которой можно держаться. И вот такой старый, вообще просто аутентичный, на цепях разводной мост. Пожалуйста, полюбуйтесь. Приезжает мужичок на мотоцикле, разводит мосты, ну и там он, соответственно, здание, здание библиотеки. Голландцы очень любят на своих суденышках вешать флаги. Ну и мельница сегодня вовсю работает. Мелит ли она сегодня зерно? Ну, это вопрос. Вот, и это, соответственно, здание библиотеки. Такую прикольную аллею нашел. Вот, видите, почему-то легкие здесь висят. И забавно выглядит на самом деле такая инсталляция в некотором роде. Очередной велик такой стоит здесь с цветами. с клумбами цветов. Очередной велосипед, как декорация. Козели называется фирма, голландская фирма великов. И напротив канал с нехилыми прогулочными корабликами. Одно-мачтовый баркас. Еще один. А и очередной разводной мост. Раскрытой пастью, крыльями. И все это в паутине. Это все основа фонаря. Охренительная вещь. Красиво. Граффити выполнен под живопись. Выполняет здесь роль дизайна. Украшает городскую стену. И мы можем наблюдать стол. В домашней обстановке. С лампой, вокруг которого стоят стулья. Все в таких мрачных тонах. 18 век. Ван Гог. Даже может быть немного Рембрандта. Такие коричневые тона. Так что вот так вот голландцы украшают свои урбанистические ландшафты. На центральной рыночной площади в Съедаме. Здесь у нас сегодня рынок развернулся. Есть и сыры, есть и овощи, фрукты. В общем, вот так вот здесь все это проходит. Если вы там решите что-то закупиться, то здесь, конечно, дешевле будет, чем в магазинах. Проезжаю по замечательному и цветущему и прекрасному зеленому парку под именем Беатрикс. Беатрикс, как известно, это королева Голландии. Продолжение следует...